Приветствую вас! Медицинского образования нет, ответов пока вам никто не дал, поэтому я отвечу вам, значит, на ваш вопрос. Смотрите, значит, первое, нарушения сна, они бывают нескольких двух видов, такие вот основные, основных видов. Это органическое нарушение сна в результате работы нервной системы, мозга и прочее, и психологические нарушения сна в результате тревожности, внутренних конфликтов, противоречий, страхов, нереализованных желаний и прочее, прочее, прочее. Вот. И, понимаете, вам назначают лекарства, вот те врачи, которых вы облицваете, вам назначают лекарства, но эти лекарства не решают проблем. Они, по сути, они просто, ну, действуют на какой-то симптом, они действуют на симптом, но они не, они не работают с причиной непосредственно. Понимаете, какая штука? Вот. Поэтому, то, что вы принимаете кучу лекарств, ни о чём вообще не говорит, на самом деле. Вот. И мне кажется, что вы здесь просто очень много времени как-то вот впустую попросили, да? Потому что, ну, слишком, слишком, слишком это всё, как бы, ну, сомнительно достаточно, вот. Потому что, там, с высокой времени, я так понимаю, период связи с депрессантом, да? Вот. Но, с первой причиной, да, вы так вот, по-прежнему не разобрались. Вот. И я могу, конечно, только гадать. Как вы относитесь вообще к этой истории, как вы относитесь к, ну, грубо говоря, вот к вещам? Как вы относитесь к тому, что у вас есть, эм, такие вот проблемы? Вот. И занимались ли вы когда-нибудь именно психотерапией, то есть работой, работой непосредственно со своими чувствами, работой со своими эмоциями? Вот. Занимались ли вы этим, знаете, вот. То есть, просто вот, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- вот. как бы, пить лекарство, пить лекарство и всё. А именно, вот, именно, занимались ли вы психотерапией. Вот, если, вот, как вы говорите, вам не могут подобрать лечение, да, если вот, ну, вы говорите, что вам прописывают такие убойные дозы лекарств, но при этом реальных результатов нет. Вот, то я думаю, что всё-таки здесь дело исключительно связано с психологическими аспектами нарушения. Снайп, хорошо. И, соответственно, на мой взгляд, работать нужно в этом направлении. Вот. То есть, вот это то, что я могу сказать, как мне кажется. Вот. Вот, в принципе, в принципе, ну, наверное, то, что я могу сказать вам. Я думаю, что вам будет тяжело в таком состоянии осваивать автомобиль, осваивать машину, осваивать какие-то вот вещи. Вот. Я думаю, что вам реально будет очень, ну, очень тяжело это делать. И вы, опять же, просто подвергать, ну, вы будете подвергать опасности других людей, которые, которые будут с вами на дороге. Вот. Поэтому я думаю, что вам будет какими-то вообще средствами можно быть на дороге. Вот. Если вам, если вы там, тест пройдете на наличие каких-то вещей, да, вот, то, в общем и целом, это будет достаточно серьезная проблема для вас. Поэтому, нет. Не нужно делать это. Этого не нужно делать. Возможно, вам умеет нужно отдохнуть. Возможно, вам умеет нужно, там, просто какие-то пройти отдравительные просто курсы, вот, чтобы как-то расслабиться, поработать с тревогой, вот, и прочее, 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 потому что гранические не засыпы правил бывают из-за того, что человек не устанавливает нормальные границы между, ну, между работой и заслугом, да, то есть между напряжением и расслаблением. Вот. И получается, что человек, как бы, постоянно в том числе находится, вот, что не, ну, не добавляет ему, знаете, каких-то вот плюсов, да, каких-то историй, ну, таких, позитивных. Вот. Поэтому здесь вот такая история, и, я думаю, я думаю, что ваш вопрос, да, не очень корректно, потому что на такой вопрос медицинского характера вам никто не ответит без личного осмотра вас. То есть если, там, допустим, при стриме травмы, при каких-то симптомах болезни, можно, в принципе. ну, можно опираясь на картину, можно сделать вывод, что у вас лучше нельзя. Ни один специалист не будет, по крайней мере, уважающихся с этого, он не будет на основе вашего текста отвечать на такой вопрос. Ну, вот. Если вы хотите водить машину, супер, здорово, если вы хотите водить машину, прекрасно, если вы хотите водить машину, ну, давайте, пройдем к этому, все-таки, максимальная безопасность, потому что, ну, потому что машина, это, все-таки, устройство повышенной опасности, вот, объект повышенной опасности и... Нельзя находясь ни в Гурновеченне, ни в Собини-Сштейне, нельзя садиться на руль машины, сколько аварий, и к тому, что люди просто уже не соблюдают такие простые правила. Вот, а довольно безответственно мне показалась ваша фраза о том, что 15 лет я типа так живу и прочего ещё, ну, типа, как бы, это совершенно лишённая какую-либо аргументацию, фразы и выражения, к сожалению. Вот, что касается того, что вы пробовали гипноз, это скорее выглядит как бег от ваших чувств, а вам нужно наоборот идти навстречу им. Самое слово из-за чего вы не спите, это ваши конфликты, внутренний взгляд. Прав насчёт того, что нарушение, знаю, не физиологическую основу, а именно, вот, психологическую. Вот, такая вот история, такая вот история. Аноним, я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, ну и надеюсь, что стартер обращается самым лучшим опытом. Продолжение следует...